В Колпашеве завершились работы по благоустройству объектов в рамках федеральной программы формирования современной городской среды, национального проекта «Жильё и городская среда». В 2022 году по программе обустраивались три территории. Так, на городской пристани завершилось благоустройство аллеи влюблённых. Здесь были установлены малые архитектурные формы, специальные арки в виде сердец стали завершающим штрихом в обустройстве объекта. Следующий объект – сквер у памятника воинам Великой Отечественной войны в НГСС. В рамках первого этапа работ специалисты выполнили ликвидацию и корчёвку тополей и формовочную обрезку. Третий объект – это так называемый в народе меховский стадион. Здесь также, как и на предыдущем, начались работы в рамках первого этапа благоустройства. Отметим, что властям и подрядчику пришлось продлить сроки контракта выполнения работ до 1 октября. В процессе обустройства территории возникла необходимость внести изменения в проектную документацию, а также согласовать проведение ряда работ с профильными организациями, в частности, по организации водоотведения. Некоторые виды работ пришлось перенести на следующий этап реализации. В настоящее время на стадионе проведена вертикальная планировка, демонтаж старых осветительных приборов, было принято решение по подъёму высоты грунта, подготовлена специальная насобь для покрытия газонными травами, установлены водоотводные лотки. Кроме того, будет смонтировано освещение с установкой дополнительных опор. В настоящее время для обустройства территории приобретены лавочки, урны, рассказал заместитель главы Колпашевского городского поселения Андрей Чуков. Установка бордёрного камня была перенесена на следующий год и будет проведена в рамках второго этапа благоустройства объекта. Отметим, в этом году на реализацию проекта формирования комфортной городской среды местному бюджету были направлены чуть более 19 миллионов рублей. Из них более 17,5 миллионов – федеральные средства, более 500 тысяч – региональные. Ещё одна территория в Колпашеве благоустраивается по программе формирования комфортной городской среды как победитель Всероссийского конкурса малогородов. Им стал проект Центрального бульвара. Он предусматривает появление общественной территории от улицы Кирова-28 и до улицы Коммунистической. Работы активно ведутся на территории по улице Кирова. Подрядчиком является томская фирма. Сервисная дорожная компания имеет опыт реализации федеральных проектов по благоустройству. Темпы работ соответствуют графику, отмечают городской администрации. Специалистами подрядной организации проведены работы по вертикальной планировке, устройству магистрального трубопровода и колодцев. В настоящий момент производится укладка газонных трав и установка бордёрного камня. Укладывается тротуарная плитка. Кроме того, на объекте ведутся работы по системе электросвещения. В ближайшее время ожидается дополнительная поставка материалов для завершения работ. Центральным объектом территории должен стать арт-объект «Осётр». На приобретение малых архитектурных форм для его монтажа городскому поселению был выделен дополнительный объём финансирования. Готовится документация для проведения госзакупки. На приобретение элементов для конструкции, а также для монтажа детской и спортивной площадок запланированы почти 10 миллионов рублей. Стоимость реализации первого этапа проекта в этом году составляет 116 миллионов рублей. Он предусматривает благоустройство территории, установку арт-объектов, малых архитектурных форм и других элементов, которые предусмотрены проектом. Работы должны быть выполнены до конца года. Добавим, что федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется Минстроем России в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Цель проекта к 2030 году – улучшить качество городской среды в полтора раза, а также увеличить долю российских городов с благоприятной средой до 80%. А это значит обновить общественные и дворовые территории по всей России, сделав их удобными и привлекательными для граждан. За семь месяцев этого года в нашей стране в рамках федерального проекта благоустроено 1416 общественных территорий, а всего с начала реализации проекта с 2019 года было благоустроено 18 760 общественных пространств.